И так же, то есть мы более подробно верим в них. Каким образом? То есть мы веруем в то, что из этих ангелов есть те, которые держат трон. Сколько их? Восемь ангелов. То есть, сказал Всевышний Аллах, и держат трон Твоего Господа. Восемь ангелов. Даже более того, пришло в некоторых хадисах описание этих ангелов. Есть такие, которых Аллах повелел им, чтобы они забирали души людей, когда они умирают. Так же есть те, которые управляют ветром. Хорошо, с дозволением Аллаха. То есть, так же, с облаками. То есть, так же, есть такие ангелы, которые всегда с человеком хорошо защищают его. То есть, с дозволением Всевышнего Аллаха, чтобы его не постигла какая-то беда и так далее. То есть, неважно, перед ним, сзади него, со всех сторон окружают, защищают его. То есть, есть такие, которые записывают все то, что мы совершаем. Есть такие, которые путешествуют по земле и ищут. То есть, маджлисы, где поминается Всевышний Аллах, изучается религия Аллаха. То есть, это все мы называем как подробная вера в ангелов. Это этим обязан человек, до которого дошел достоверный долг. То есть, основа человек, который не знает, не слышал, не разбирался и так далее. Он должен знать, что ангелы это творение Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-али, из сокровенного мира. Хорошо, который создан из света. И они во всем подчиняются Аллаху, субханаху ва-та-али, никогда его не ослушаются. Все, такой верует в ангелов. Хорошо, такой действительно верует в ангелов. То, что есть из них Джибриль, то, что есть из них Микаэль и так далее. Если он знает об этом, то он верует в каждого по имени. Что есть Рудван, что есть Малик, что есть Малик-Уль-Маут, что есть Джибриль, Микаэль, Малик и так далее. То есть, хорошо, то есть, в Исрафиль, в них, во всех он верит по именам. Это раз. Или же верует в то, что у них, у каждого есть определенные задачи, которые Аллах, субханаху ва-та-али, повелел им. Но эти вещи мы требуем от кого? То есть, от того, кто разбирается, от того, кто слышал доводы. Поэтому, если до тебя дошел достоверный довод, и ты узнал, что это все действительно достоверно, и после этого будешь отрицать, то тогда какой хокм? Куфр, это куфр. То есть, человек, до которого дошел четкий, достоверный довод, и он отверг его. Какой его хокм? Кафир, это человек муртад. То есть, вероотступник, ва-ли-яду-биллях. Ван-нази'ати гарка, ван-наши-та-ати нашта, ва-сабиха, 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 ва-фальмубкия, ва-фальмудаббирати, амра, и так далее. То есть, говорит о тех, которые Аллах описал в суре на азиатах, в первых аятах, хорошо, тех ангелов и так далее. То есть, есть разные-разные виды ангелов, которые совершают разные деяния. И также веруем частно в каждого ангела, о котором мы знаем его по имени. То есть, тех, которые сообщил нам Всевышний Аллах, субханаху, ва-та-а-ля. Что касается тех людей, которые говорят, что ангел смерти, его зовут Израиль, хорошо, или же некоторые говорят Азраиль, Азраиль и так далее. Хорошо, то есть, это нигде не приходит достоверным образом. То есть, то, что пришло у нас в шариатских текстах, что его зовут как? Малик Аль-Маут, то есть, он ангел смерти. Поэтому верим в тех из них, которых нам назвал Всевышний Аллах, субханаху, его посланник, алейхиссарату ассалам. Веруем в них, в общем, и веруем в них, то есть, каждого в частности. Поэтому, как мы веруем в ангелов? В общем? Нет, в общем, вот я хочу сказать, ты веруешь в ангелов или нет? Веруешь в ангелы? Веруешь? Что знаешь, веруешь в ангелы? Как ты веруешь в них? Нет, что значит, я верую в ангелы? Это значит, что они существуют, то, что они созданы из чего? Из света. И описание, самое главное, что? Не ослушаются. Они ослушаются. То есть, да, слушается Аллахского андра во всем, и ни в чем его не ослушается. Это то, что должен знать каждый. Затем идет более общая вера. Как что, например? Ну, то, что я определенный ангел, который непосредственно с донесением. Да, то есть, есть из них те, кто доносят, есть из них те, кто хорошо, то есть, держит трон Всевышнего Аллаха, субханда ли. Есть те, кто путешествует по земле, есть те, кто отвечает за дождь или же за растения. Есть из них те, кто охраняют огонь, адский огонь и так далее, и так далее, и так далее. Вопросы в могиле. И что значит, в частности, верим, то есть, про каждого, который пришел нам в текст? Как, например, что? То, что есть Джибриил, что есть Микаэль, Исрафиил, Малик, Рудван и так далее, и так далее. То есть, те, кто пришли нам по имени. Затем он сказал. И создал их таким образом, что они только и делают, что поклоняются ему хорошо. И есть такие ангелы, которые держат его трон. Говорит шейх Мухаммад Базмуль. Всевышний Аллах, субханда ли, не нуждается в троне в принципе. Но, таким образом, пожелал Всевышний Аллах, субханда ли, чтобы были из ангелов такие, то есть, такая группа, которая будет хорошо, то есть, держать его трон. И говорит Всевышний Аллах, субханда ли, о подобном, братья, его не спрашивают о том, что он совершает, но он будет спрашивать людей за то, что они совершали. Хорошо, то есть, поэтому ты будешь спрошен. Ты, если совершаешь какие-то деяния и так далее, Аллах, субханда ли, тебя спросят. А если кто-то будет говорить, если вы заявляете о том, что Всевышний Аллах, субханда ли, не нуждается в троне, зачем вы говорите, что у него есть трон, и что, более того, этот трон еще и ангелы держат. Зачем? Ведь он не нуждается в нем. А, как ответил? Его не спрашивают, что он совершает. А, мы скажем, что не спрашивает Аллах, субханда ли, о том, что он совершает, но Аллах, субханда ли, спросит у тебя, уверовал ли ты в это или нет. Аллах, субханда ли, пожелал и сделал. И что теперь? То есть, будет он перед тобой отчитываться каждое дело, которое он совершил, будет тебе говорить, знаешь, я совершил то-то, то-то по этой причине. Ля в Аллах. То есть, это, братья, не убеждение. И то, что есть такие, которые вокруг его трона, восхваляют его, как Аллах, субханда ли, сказал. И ты увидишь, или же ты видишь, что ангелы вокруг, то есть, вокруг трона его, восхваляют его, воздают ему хвалу, и, то есть, будет рассуждено между ними поистине, и будет сказано, Аллах, Аллах, Господу, миров. Что такое Тақдис? Вот слово Кудз. Что такое Кудз? А, Алкудз. А? Ат-Тухр. Ну, именно, когда мы говорим Алкудз. Что за земля Алкудз? Чистая палестинская земля. Вот что называется Алкудз. Поэтому Масжеду Алкудз или Масжеду Алакса. Это что у нас? Что у нас? Какая мечеть? Мечеть Алакса. То есть, мечеть, которая находится в Палестине. И поэтому Тақдис, то есть, говорит. Ваахрунаби хамдеги юкаддисун. То есть, Тақдис, это подобное слово Тасбех. В значении своем примене. То есть, когда очищают кого-то. То есть, очищают кого-то от каких-то скверных, или же от каких-то скверных вещей, описаний, или же деяний и так далее. Поэтому, когда говорят Аль-Ард, Аль-Мукаддаса. Священная земля, святая земля. Имеется тут чистая земля, на которой нет ничего скверного. Как Мекка, например, как Медина. Как Палестина и так далее. Опять же, то есть, ну не вся Палестина, естественно. А мечеть именно Аль-Акса. То есть, и выбрал он из них, то есть, из этих ангелов, таких посланцев, которых он отправляет к посланникам своим. Как Джибриил, например. То есть, имеется в виду, что некоторые выполняют его повеления, то есть, как те ангелы, которые отвечают за то, чтобы шел дождь, например. Отвечают ангелы некоторые, то есть, хорошо, то есть, гоняют, например, облака, гоняют ветер и так далее. Прочитали. Как об этом сказал нам посланник Аллаха, салла Аллаху, То есть, пришел хадис, говорит, некоторые называют его достоверным, другие называют его, то есть, или же говорят, что это хороший хадис, другие же говорят, что, то есть, этот хадис слабый, из тех, кто сказал, что это хадис хороший, шейх Аль-Аль-Бани, рахима Аллаху, бараку атеаля. Что говорит гром, это голос ангела, который гоняет небеса. Хорошо, то есть, пришел в хадисе. И, то есть, что молния, это его хлыст, которым он, то есть, гоняет эти облака. То есть, пришел такой хадис. То есть, это братья повеления Всевышнего Аллаха, которым сообщил нам посланник, алейхи саллаху ассалам, об этих ангелах. То есть, также есть ангелы, которые отвечают за горы. Как пришел в хадисе посланника Аллаха, салла Аллаху, алейхи саллаху ассалам, то есть, о которой рассказывала Аиша, что пророк, алейхи саллаху ассалам, говорит, То есть, когда Аиша, радия Аллаху ассалам, спросила у пророка, алейхи саллаху ассалам, был ли для тебя какой-либо из дней тяжелее, чем день битвы при ухуд? И пророк, алейхи саллаху ассалам, сказал Говорит Я, говорит, то есть, сделал твой народ со мной то, что сделал. И говорит, и самое трудное то, что произошло со мной в день, Акаба, то есть, присяге, которая была дана при Акабе, хорошо, то есть, когда я уже, то есть, пришел к ибн Абди Алилю, ибн Абди Кулялю, чтобы он, то есть, защитил меня, и он не выполнил, то есть, хорошо, то есть, не ответил мне на мою просьбу. И я, говорит, отправился дальше, то есть, опечаленный, хорошо, то есть, и пришел в себя только, когда я был уже в Карн-с-Саалим. Карн-с-Саалим, где находится, кто знает? Карн-с-Саалим, его еще называют Карн-аль-Маназель, да, если я не ошибаюсь. «Карнуль-Маназель» — это «Микад», «Микад», да, в Таифе, примерно в Таифе. Это «Микад» для тех, кто едет со стороны Рияда, со стороны Нажда, отправляясь в Ихрам, Аллаху Алям, то есть он «Карнуль-Маназель» или же «Карнуф-Са'алиб» он также назывался. В этой местности он заходит в состояние Ихрама. «И тогда я увидел», то есть я поднял свою голову, «И я увидел над собой тучу, которая покрыла меня тенью». «И я увидел, что там был Джибриль». «И он воззвал ко мне и сказал», «Поистине твой Господь услышал то, что сказал тебе твой народ». Говорит, то есть то, что сказал тебе твой народ и отправил тебе. Говорит, и он тебе отправил хорошо, то есть ангела, который отвечает за горы, «Чтобы ты повелел ему то, что ты пожелаешь, чтобы он сделал с ними то, что ты пожелаешь». Говорит, пришел тогда к нему ангел, который отвечает за горы, и дав мне салям, сказал у Мухаммад, «Если ты пожелаешь, хорошо, то есть я сделаю все, что ты пожелаешь, если ты хочешь, я эти обе горы, хорошо, то есть сомкну, хорошо, и уничтожу их все, его всех, или же, то есть скажи мне, что ты пожелаешь». Ла-у-Алям эта история приходит, то есть некоторые говорят, что это когда было, когда он уходил из Тлаев, а возвращался в Мекку, или же это было, когда наоборот он отправлялся в Тлаев из Мекки, когда он отправлялся в Тлаев из Мекки, и тогда это было, про кого сказано? Про Мекку. Если ты пожелаешь, то я сомкну эти две горы, хорошо, то есть избавлю тебя от них. Также некоторые говорят так, некоторые говорят так. Более правильно, наверное, что это было, когда он выходил из Мекки. Потому что эта история приходит, и четко говорится о том, что это было, когда он возвращался из Мекки. Точнее, выходил из Мекки в сторону Таевы. В Аллаху Аля. Я надеюсь, что Аллах сделает так, что из них, из этих людей, появится такой народ, который будет поклоняться Всевышнему Аллаху одному, только ему не предавать никому, никого ему всотоварища. То есть, приводится также здесь история эта, о том, как он отправлялся туда, в Таев и так далее. То есть, в любом случае, случилось это, когда он отправлялся в Таев или же возвращался. Поэтому, как мы и сказали, подытожим тем, что мы веруем в ангелов таким образом, как мы упомянули раньше. Что мы веруем в них в общем, хорошо, веруем в них подробно и веруем в них, то есть, в частности, в каждого из них. Что значит в общем, то, что мы веруем, во что? Из света и что они поклонятся, то есть, подчиняются Всевышнему Аллаху Сабхантау и никогда его не ослушаются. Более подробно, что значит? То, что в каждого ангела есть, в частности по отдельности. Нет. В общем, мы сказали. Потом более подробно, что есть те ангелы, у которых есть определенные свои задачи. что Аллах для этого сделал, для этого сделал, для этого и так далее. И затем у нас, в частности, каждого из них, что это значит? По именам. По именам, то есть, да, каждый по именам и так далее. Маля куль-джибаль пришло, то, что ангел, отвечающий за горы. Я не знаю, что его имя пришло. Не знаю, что пришло такое, чтобы имя. Пришло, что Джибриль был, и Джибриль сказал, что вот это ангел-горы. Аллах, я не знаю, чтобы его называли Микайей. Ну, не слышал, по крайней мере. То есть, есть какой-то хадис такой, Аллаху Алям, то есть, как говорится, но не слышал, не слышал такого.